Добрый день, с вами Ведовина Наташа, это официальный канал компании Таир. Сегодня хочу показать вам три совершенно разных мастер-класса по росписи текстильных изделий. Уверена, что какой-то из них вдохновит и вас взять в руки краски и расписать футболку или сумочку красивым, уникальным узором. Вся работа будет проходить с помощью акриловых красок по ткани кожи Таир. Акварельная техника и использование трафарета. Это очень простой прием, справятся даже самые новички. В результате можно создать очень стильный и яркий рисунок. Я видела очень много футболок с принтами такого типа. В работе лучше всего использовать обычную футболку из 100% хлопка. Я рекомендую всегда предварительно простировать тканевое изделие, чтобы избежать усадки после росписи. Внутрь футболки обязательно нужно поместить что-то не впитывающее. Картонку, обмотанную пищевой пленкой, оргстекло или пластиковый планшет. Я фиксирую футболку канцелярскими зажимами. Затем распечатываю картинку, из которой будет сделан трафарет. Очень советую подбирать хорошую крупную картинку без мелких деталей. Делаю трафарет самостоятельно. Для этого оклеиваю распечатку несколькими слоями скотча. Затем вырезаю из нее сам трафарет острым макетным или канцелярским ножом. Обратите внимание, я не вырезаю совсем мелкие детали, фонари или фигурку на шпиле. Такие элементы проще нарисовать от руки в самом конце. Если получилось вырезать силуэт целиком, а не частями, то советую его не выбрасывать. Очень удобно прикладывать его, чтобы понять будущее расположение рисунка. Для моего рисунка важно определить его центр и отметить линию горизонта. Я делаю это карандашиком по линейке. В будущем эти пометки закроются черным цветом, их будет не видно. Дальше начинаю создавать легкие акварельные цветные разводы. Сперва смачиваю небольшой участок ткани чистой водой. И создаю разводы, сильно разбавленные акриловой краской по ткани. Очень важный момент. Нужно, чтобы краска не подходила вплотную к сухому краю. Иначе получится некрасивая и резкая граница. Наоборот, цвет к краям смоченного водой участка лучше постепенно сводить на нет. Я использую довольно много оттенков, но при желании можно ограничиться, например, тремя. Здесь важно только следить, чтобы смешиваясь, краски не давали грязного или непредсказуемого цвета. Так, если хочется сделать в небе переход к синим и голубым, то лучше делать его не от желтого, потому что желтый и синий в сочетании дают зеленый, а через розовый или красный. Периодически я прикладываю силуэт к получающемуся фону, чтобы понимать, что он будет закрывать, а что нет. Субтитры сделал DimaTorzok Когда я перехожу к рисованию воды, можно делать более явные коротенькие мазки, напоминающие волны. Также в воду добавляю больше синих, фиолетовых и бирюзовых оттенков. После завершения фона надо дать футболке полностью просохнуть. Затем можно приступать к созданию силуэта через трафарет. Закрепляю трафарет бумажным скотчем и начинаю тамповать открытые части футболки черной краской. Я использую трафаретные кисти, и они очень понравились мне для этой работы. Но если у вас нет их под рукой, то можно использовать обычную мелкополистую губку для мытья посуды. Важно тамповать неразбавленной краской, не смачивая водой кисть или губку, чтобы краска не затекла под трафарет. Снимаю трафарет. Немного продлеваю силуэт по краям, потому что фон расплылся немного дальше, чем я планировала. Тонкой кистью с черным цветом подрисовываю мелкие детали. Оставляю изделие на естественную просушку в течение суток. После этого выворачиваю футболку наизнанку и, проложив рисунок изнутри пергаментной бумагой, проглаживаю теплым тюгом в течение 2-3 минут. Сегментирование малярным скотчем и темпование губкой. Я заранее нарисовала на листе форму будущего кристалла. Ее можно будет скачать в описании к видео. Отмечаю угловые точки с помощью белой гелевой ручки. Затем ограничиваю общую форму, соединяя точки с помощью бумажного скотча. В сумку до росписи обязательно нужно вложить какую-то не впитывающую подложку. Беру белую акриловую краску и пролоновую губку. Чуть-чуть разбавляю краской водой и закрываю всю форму плотным белым цветом, при необходимости в два слоя. Такая подложка нужна, чтобы цвета были сочными и яркими. И кристалл словно посветился на черном фоне. Сушу белую краску. Потом снова беру рисунок кристалла и прикладываю его к фону. Фиксирую скотчем и черной ручкой протыкаю бумагу, отмечая точки пресечения граней. Я решила начать работу с самого большого участка, потому что в общем рисунке он будет средним по тону. И относительно него будет уже проще делать более темные и более светлые грани. Основной цвет беру зеленый светлый, притеняю его зеленым темным. Даю просохнуть этому участку и ограничиваю скотчем следующей. Между гранями я оставляю очень-очень тонкую полоску белой подложки. Если посмотреть на фотографии разных кристаллов, на соединение граней всегда есть яркий блик. Для более светлых граней добавляю в зеленый цвет желтый оттенок. Субтитры создал DimaTorzok Для темных граней использую в основе темно-зеленый цвет и дополнительно добавляю к нему каплю черного и фиолетового. Кристалл прозрачный и объемный. Чтобы понять расположение бликов и теней, проще всего смотреть на референс и копировать его. Напоминаю, что этот кристалл вы можете скачать в описании к видео. Краска по ткани идеально держится на натуральных, не тянущихся тканях. Так что лучше всего выбирать льняную или хлопковую сумку. Перед работой тоже рекомендую ее постирать, потому что подобные изделия иногда подвергаются на производстве обработке различными пропитками. Если краска немного просочилась под скотч, можно доработать линию тонкой кистью. После того, как краска высохнет, снова закрываю весь рисунок бумагой. Достаточно жидко развожу с водой белую, мятную и фиолетовую краски. Поочередно добавляю на сумку брызги этих цветов. Слегка просушиваю феном. Снимаю бумагу и оставляю сумку на полную просушку в течение суток. Расписываем кеды в свободной технике. Этот вариант определенно требует навыков рисования, но уровень сложности зависит от выбранного узора. Мне захотелось украсить белые кеды смелой росписью, с черепом, розами и узорными завитками. Рисовать по текстильной обуви довольно приятно. Краска ложится очень хорошо и идеально сцепляется с волоконами ткани. А вот переносить рисунок дело неблагодарное. Я пробовала перевести эскиз классическим способом, заштриховав мягким карандашом обратную сторону рисунка. Но это, во-первых, очень неудобно из-за текстуры ткани и объемной формы носка. А во-вторых, есть опасность, что мягкий карандаш запачкает белые кеды в тех местах, которые должны остаться без росписи. Начинаю рисовать с черепа. Сперва задаю ему основной тон. Я использую телесный цвет, в который добавила каплю желтого и белил. Тени углубляю коричневой краской. А в самых темных местах, как глазницах, беру черный цвет. Прорисовываю детали. Дальше рисую лепестки роз. Использую разные красные, розовые и белила. В тенях добавляю капельку фиолетового. Для завитков я выбрала градацию серого цвета. И только тоненькую обводку делаю чистым черным. На втором кеде тоже рисую розы и завитки. Этим краской можно рисовать на кожных кедах. Но тогда рисунок требует дополнительного закрепления лаком. В качестве яркого элемента на этот ботинок сажаю небольшую желтую бабочку. После того, как рисунок закончен, оставляем на естественную просушку в течение суток. После этого прогреваю рисунок горячим феном в течение 3-5 минут. Как ухаживать за предметами, расписанными вручную? Если речь идет о росписи по ткани, то стирать изделие нужно без замачивания. Либо вручную, либо в режиме деликатной стирки, при температуре воды не больше 40 градусов. При стирке в стиральной машине лучше выворачивать изделие наизнанку. Для кожных изделий достаточно будет изредка протирать роспись влажной салфеткой. При необходимости со временем можно обновить защитный слой лака. Спасибо за внимание! Пишите в комментариях, какие еще прием росписи по ткани вы хотели посмотреть. Творите с удовольствием! До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok